Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». С вами Ольга Алексеева. Почти два месяца Россия живет в режиме самоизоляции. Нелегкие два месяца возникло немало проблем. Сегодня мы поговорим о мерах дополнительной государственной поддержки тем, кто пострадал от коронавируса. У нас в студии Алена Аршинова, исполняющая обязанности секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Алена Игоревна. Здравствуйте! Здравствуйте, Ольга! Недавно Государственная Дума приняла ряд дополнительных мер по поддержке тех, кто пострадал от коронавируса. О каких мерах идет речь в первую очередь? Сейчас приняты разные пакеты поддержки наших граждан во время пандемии. Это касается и предпринимательского сообщества, это касается и тех, кто брал кредиты, это касается арендаторов. И, конечно, для нас очень важно, что идет упрощенная система, сейчас введена и фактически введены ипотечные каникулы, и делается все очень масштабно, остановив фактически большую часть выплаты и сбора налогов. Для нас это важно. Важно, что поддержка идет семьям, в первую очередь тем, кто сейчас имеет детей. Давайте я скажу, что депутатами-единороссами, во главе с Андреем Турчаком, это секретарь Генсовета партии «Единая Россия», введена поправка об увеличении в два раза самого минимального пособия по уходу за ребенком, то есть с 3375 до 6752 рублей. И для нас очень важно, что сейчас фактически и максимально тоже установлены пособия по безработице, потому что те, кто сейчас находится в декретном отпуске, это, конечно, и студенческого сообщества касается, и молодых родителей, тоже в два раза увеличено с 6000 до 13000 рублей. Поэтому для нас очень важно, чтобы эти деньги доходили достаточно быстро. В сфере образования, в которой в большей степени я погружена, поскольку являюсь членом комитета, и в Чувашской республике сферу образования держу на особом контроле, я хочу сказать, что сейчас тоже принято очень хорошее решение. Во-первых, у нас на всю страну у нас дополнительные будут бюджетные места в университеты, да, то есть это очень хорошо. Во-вторых, конечно, я думаю, что школьники обрадовались, что мы дали правительству дополнительные полномочия по определению вообще учебного года и завершения учебного года, и способов зачисления на любой уровень образования. То есть мы сделали все возможное, чтобы опять убрать всю бюрократию, упростить, и фактически мы отменили ОГЭ для девятых классов. То есть вы видите, что сейчас выставляются оценки всем, кроме тех, кто хочет поступать в университеты 11 классов, автоматически по итогам текущих оценок. Я думаю, что большинство школьников этому рады, что не нужно преодолевать дополнительные препятствия. Не могу сказать, рады ли родители, но в текущей ситуации уже сказал президент, потому что сфера образования касается у нас... Каждый человек в нашей стране, все беспокоятся, потому что кто-то является мамой, бабушкой, дедушкой, родственник этому ребенку и так далее, или сам учится. Мы постарались посмотреть и соблюдать права каждого участника образовательного процесса. Родители были очень удручены тем, что школьникам нужно будет сдавать всероссийскую проверочную работу. Мы вышли с инициативой ее отменить или перенести. То есть пока что она перенесена на осень, но пока что статус ее неизвестен, потому что я думаю, что от нее нужно вообще пока отказаться. Потому что даже президент отметил, что необходимо проанализировать, какие пробелы есть у школьников, и нужно сделать все возможное, чтобы эти пробелы восполнить. И, конечно, проверять знания, то есть быть такими ревизионерами, конечно, здесь нельзя. Нужно быть помогателями в данной ситуации. Конечно, единый госэкзамен для тех, кто хочет поступать. То есть, пожалуйста, можно не сдавать, если, например, принимают для себя решение, идти по какой-то другой траектории развития. И 29 июня начинается уже единый госэкзамен. И я хочу обратить внимание на то, что, конечно, будет все проводиться с соблюдением мер безопасности. И на это обратил внимание президент, и Единая Россия это проконтролирует. Для нас очень важно сохранить сейчас текущий статус, чтобы не было никаких вспышек, скачков траектории коронавируса. Поэтому, конечно, для нас очень важно, чтобы все было безопасно. Даже медицинское сопровождение на ЕГЭ будет, и будет термометрия проводиться. То есть, будет видно, как себя чувствует ребенок, есть ли скачок температуры и так далее. Конечно, для нас очень важно, что в обычные теперь дни учебы вообще, в принципе, мы должны переоснастить наши классы. То есть, это как раз то, о чем нам говорили родители, школьники, что класс не должен быть переполнен. Да, он не должен быть переполнен, очевидно. Но у нас была нехватка школы. Мы активно очень строили школы и продолжаем их строить. И я надеюсь, что мы сохраним эти темпы строительства и даже приумножим. Что касается поступления в университеты. Ну, во-первых, там несколько, понятно, есть обстоятельств. То есть, грубо говоря, по датам даже все разнесено. То есть, если на магистратуру, то, в принципе, уже нужно готовиться к магистратуре и в июле подавать документы. Если речь идет о бакалавриате, то с 8 августа нужно будет проходить испытания вступительные. И для нас очень важно, что предусмотрена дополнительная мера поддержки для тех, кто не сдаст ЕГЭ с первого раза. Кто не сдал ЕГЭ в июне, тот может сдать его в августе и поступить. Потому что дополнительные бюджетные места сейчас вводятся. Это все делается для того, чтобы наши жители не переживали. Алена Игоревна, что насчет организации летнего отдыха школьников? Что-нибудь решили? Спасибо большое за вопрос, потому что вопрос очень сильно волнует многих родителей. И, во всяком случае, мне в социальных сетях очень много вопросов об этом задают. Поэтому мы стараемся сейчас разъяснять. И более того, лично даже эту тему взял на контроль Владимир Владимирович Путин, как президент страны. Соответственно, он сейчас дал ориентиры в каждый регион, что в каждом регионе своя ситуация с коронавирусной инфекцией. Поэтому сейчас эти полномочия по открытию летних лагерей находятся у регионов. Соответственно, Чувашская республика будет принимать решение об открытии лагерей или об отсрочке открытия лагерей, исходя из текущей ситуации. Ситуация в разных районах республики складывается по-разному. Поэтому на текущий момент мы ориентируемся на Роспотребнадзор. Каким образом Роспотребнадзор сейчас будет отсматривать, мы понимаем. То есть исходя из промилле заболеваемости. Поэтому мы сейчас ждем сам Роспотребнадзор, и тогда будет понятно. Но пока мы ждем, когда Роспотребнадзор разрешит нам открыть летние лагеря, Единая Россия запускает интересные летние оздоровительные лагеря. Так называемые ЛОЛ-лагеря. Они электронные. Это будет у нас сделано во всех регионах страны. И в Чувашской республике такой летний оздоровительный лагерь открывает Инна Владиславовна Исаева. Это наш координатор партийного проекта «Новая школа». В Чувашской республике одновременно еще и директор гимназии номер 5 в Чебоксарах. Он совершенно безоплатный. Там нужно всего лишь зарегистрироваться. На сайте гимназии номер 5 есть ссылка. Поэтому всем желающим можно пройти по ссылке и занять детей. Это очень интересные и продвинутые проекты. Это социализация. Пускай и онлайн, но ребенок онлайн получает задания. И вместе с родителем или сам выполняет в зависимости от возраста. Потому что возраст школьника никак не регламентируется. То есть все по желанию родителей. Создаются чаты в WhatsApp. Поэтому можно будет очень интересно. И это интерактив. Очень интересно проводить время. Разделены даже смены. Уже творческие задания придуманы. Поэтому здесь регулируют все опытные педагоги. Опытные педагоги и ЗО, и технологии. Поэтому здесь вот и не Владиславу не можно доверять. Поэтому, пожалуйста, регистрируйтесь. А для тех, кто волнуется сейчас за, может быть, компенсации путевок и прочее. То есть здесь все на контроле. Ни у кого не будет потеряны средства. И в любом случае это или будет компенсировано в полном объеме. Или, например, будет предоставлена путевка, но на другое время. Поэтому здесь родители пусть не беспокоятся. И можно нас держать в курсе дела. Если у кого-то будет беспокойство или складываться ситуация. Но каким-то неблагоприятным образом. Если вдруг. Но я знаю точно, что это на контроле и у руководителя республики. У временно исполняющего обязанности главы региона. У Олега Алексеевича Николаева. И в городах, везде, в районах нашей республики. Поэтому, конечно, в этом мы сработаем объективно быстро. И здесь волноваться не нужно. Единая Россия запустила акцию «Помоги учиться дома». И мы привлекли и спонсоров, мы привлекли и депутатский корпус. Мы сделали все возможное, чтобы, например, депутаты-единороссы отдали свои апрельские зарплаты в полном объеме. Для того, чтобы можно было иметь источник для покупки средств. Это касается и медиков. Потому что мы в том числе сопровождаем работу медиков. В частности, например, только в Чебоксарах, Новочебоксарске, Валатаре. У «Единой России», кроме вот этих зарплатных денег, у «Единой России» были деньги на выборы. Любая политическая партия их всегда предусматривает. У нас получилось так, что мы эти деньги просто отдали на покупку автомобилей. То есть мы купили автомобиль для того, чтобы врачи могли выезжать на вызовы к тем, кто нуждается в этом. На срочные вызовы. И этот автомобиль был передан в больницу скорой помощи медицинской в Чебоксарах, в БСМП. Затем то же самое мы сделали в больницу в Новочебоксарске. И мы вручаем также реанимобиль в городе Алатаре. Но это, кто знает, это очень дорогая техника, реанимобиль. Это очень серьезных средств стоит. Поэтому, конечно, мы делаем все возможное. Вот где мы нужны, мы везде стараемся быть. Конечно, для нас очень было важно посмотреть, как вообще обеспечивают работодатели масками, масочный режим своим сотрудникам. Поэтому мы здесь опирались на силы нашего волонтерского центра «Молодой гвардии Единой России». Чтобы и маски были, и перчатки были, например, у кассиров во всех заведениях торговых, которые продолжили свою работу. Для того, чтобы все относились к этому серьезно. Здесь не нужен надзирательский контроль. Здесь все все понимают. Потому что жизнь и здоровье зависят от нашего серьезного отношения к этой теме. Поэтому мы просто передавали волонтерам, мы закупали. Где-то нам, кстати, и депутаты госсовета помогали, которые просто передавали свои средства, опять же, да, и мы закупали на эти деньги. И просто обеспечивали людей. Всех, кого мы встречали, в том числе на улице, мы обеспечивали масками. Наши волонтеры и депутатский корпус, я как волонтер тоже участвовал в этой работе в Чебоксарах. В частности, мы выезжали к многодетным семьям, где один кормилиц, например, закупали продукты. Делали все возможное, чтобы люди знали, что они не остаются одни. То есть наши телефоны всегда готовы, если кому-то эти телефоны нужны, да, даже просто психологически разгрузиться или оставить заявку на помощь. Мы всегда приедем. У нас большая команда «Единая Россия», мы всегда приедем, и человек никогда не останется один. У нас продолжается акция по ноутбукам, по закупке ноутбуков. Это, конечно, дорогая акция, и мы продолжаем искать спонсорские деньги, но самым нуждающимся мы продолжаем вручать ноутбуки для того, чтобы дети могли подготовиться, просто издать единый госэкзамен и поступить в университет. И мы продолжаем призывать, кто откликнется. Это, знаете как, у нас акция такая, что дело в том, что фактически сейчас ноутбук, он заменяет школу. Поэтому мы говорим спонсорам, что это будет, у ребенка будет школа носить ваше имя, потому что это на ваши деньги куплен ноутбук. Поэтому мы делаем все возможное. Стимулируйте людей. Просто, чтобы люди знали, что это, знаете, неважно, кто придумал, единый Россия или кто-то другой, важно, что у этого ребенка будет компьютер. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы у детей оставалась возможность, несмотря на то, что коронавирус сокрылся школы, да, у них должна быть возможность учиться. И потом, для нас очень важно, чтобы, опять же, мы сохраняли здоровье и чтобы был безопасный режим. Поэтому мы не должны вынуждать людей искать какие-то возможности, да, ходить по домам, искать эти возможности учиться, да. Мы делаем все возможное, чтобы все было безопасно. Поэтому и единый госэкзамен должен проходить безопасно. Мы будем проверять этот масочный режим. И я уверена, что все будет сделано для того, чтобы все было соблюдено. Потому что в Чувашской республике всегда дисциплина на высоком уровне. Поэтому я уверена, что здесь все будет прекрасно. Ну и, конечно, для наших жителей мы стараемся, чтобы они знали, что всегда можно обратиться и помощь всегда будет. То есть мы всегда найдем выход из любой ситуации. Алена Игоревна, спасибо вам за беседу. Я напоминаю, что у нас в гостях была исполняющая обязанность секретаря регионального отделения партии «Единой России», депутат Государственной Думы Алена Аршинова. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова